То есть у тебя получается что? Смотри. Низкую частоту мы можем получить только в том случае, если она опирается на высокую. Вот как говорят, динамик, допустим, производит, как бы сказать, низкой частоты акустическую волну, но в этот момент мы опираемся, собственно, на подкручивание, по сути, вот высоких частот молекулярных. А форма в Торе, форма в самом пространственном объекте, в пихревом, она какая-то разная у плюса и у минуса? Она по-разному образуется. Давай даже так нарисуем. Пусть вот этот, допустим, Тор, который вот он, спирали, вот он получается, то есть он из спирали, вот этого второго порядка. Видишь, вот он такой. Ну и так дальше. Вот оно, наше основное завихрение, которое, как бы сказать, состоит. Вот это наш плюс. А минус у тебя физически он другой. Минус у тебя это вот эти вот мелкие. Их много-много-много-много-много этих мелких. И эти мелкие, но их количество равно вот этому. Потому что, когда ты создавал энергию, ты ее не мог создать. Ты мог только перераспределить. И у тебя получается, что вот эта часть равна вот этой. Но здесь ты выделил в общее скручивание на плюсе. А здесь у тебя получилось много-много вот этих мелких. Такое же самое, по сути, как бы, количество. То есть, не то, что количество. То есть, объем задействованной среды. То есть, ту площадь, тот объем, который... То есть, они эквивалентны, они равны. И получается, что... А для вот этих, по тому же самому закону ампера, все для параллельных, у них как раз образуется общий спин вокруг вот этого. Поскольку их количество равно вот этому, вот в самом простом, для объяснения варианте. У них получается, что вокруг них точно такая же самая частота, как здесь у тебя физически заданная. Вот в чем разница между плюсом и минусом. То есть, здесь у тебя... То есть, это индуктивное у плюса. Это безиндуктивное. А размеры одни и те же. То есть, если ты возьмешь соленоид, то все его проводинки, когда у нас лежат рядышком, то есть, или, допустим, даже тот же самый там дефилярчик там, на нем очень хорошо видно, то, что вокруг него стоячая волна будет именно вот такая. То есть, он даст пузо по электростатике. То есть, максимальное накопление вот здесь, в центре, потому что этот виток, получается, с внешней средой это самое. Следующий, получается, подпирается с этой стороны этим, с той стороны большим количеством. Вот мы такое электростатическое пузо получаем. Но оно индуктивное. Видишь, оно связано за счет индуктивности. То есть, вот спираль второго порядка. Да еще и скручивается, как бы. То есть, один виток спирали третьего порядка уже даже так подходит. К этой системе. Ну, соответственно, дальнейшая фрактализация точно так же идет. А здесь у тебя получается кучка параллельных. Закон Ампера. Общее вихреобразование. Естественно, вокруг центра больше, а потом меньше, а потом меньше. Вот оно результирующее. Вроде бы как одно и то же. Один и тот же. А физически абсолютно разные объекты. То есть, у этих получается низкая частота. А она для них как бы вторична. Она результат существования всех мелких. И вот эта вот низкая частота, она, это просто действие, ну, как результат скручивания внешней среды. Она не является к ним напрямую, ну, как бы первоисточником. Ну, и они с ней работают по-другому, получается, все равно. Да, то есть, здесь только мелкие. Ну, вообще, у них разные среды, судя по всему. Нет, для среды частоты. Ну, частоты работы, среды разные. А если среда у нас настроена, допустим, в резонансе, и она хорошо работает, именно на этой частоте, о, тут связь хорошая. Молодцы. А на этой, она как-то так хреноватая. И вот мы бегали с приемником тогда. Ну. Вот. А у плюсов у тебя получается, ты наоборот, ты ставишь основу, низкую частоту, на основании того, что ты скручиваешь. Ты заранее формируешь уже вот это полное объединение всех этих элементов. За счет того, что ты скручиваешь. А чем ты скручиваешь? Ты промодулировал толщиной провода. Хорошо. И не забывай, что вот эти системы, вот это если вот это у тебя плюс, это минус, вот я их разрисовал, а индуктивный, безиндуктивный, то как бы ты обмотку не делал, она у тебя автоматом возьмет середину, и половина у тебя уйдет к минусу, половина уйдет к плюсу. Поэтому средняя точка в обмотке, она автоматически будет выделена в любом случае. Связано с чем? До определенной точки у тебя внешняя среда ускоряет процесс, после... Тормозит. И вот именно связано с этим. То есть там, где у тебя получается тормозит, вот она скорее всего на минусы получается, как бы на брызги у тебя вылетает, разбивает на мелкие. Но куча параллельных потоков объединяется в общий спин. Но он вторичен. Он потом получается. Сначала все мелкие пролетают, а за ними общий спин образуется. Можно так сказать. А здесь у тебя сначала общее большое завихрение, которое разбивается на мелкие. Так вот что такое пена. Понял, понял. Да, да. Многие выражаются. Электронная там пена, ну всякое такое же. Да, да, да. Вот идет про что речь. Они в любом случае неделимые. То есть ты не можешь из ничего сделать вот этих две разных вещи. Если ты чего-то переместил, значит тут только же не стало. А в данном случае, если мы частотную делаем модель, вот у нас было ровно 50% в электромагнетизме, ровно 50% в электростатике, в любой точке, допустим. Если мы нейтрально рассматриваем. Мы можем только дисбаланс этот сместить. Но мы получим, если мы сместили здесь дисбаланс в индуктивную сторону, значит вторая рядом половина будет смещена в безиндуктивную сторону. То есть у нас вот такая, вот эта большая шестеренка получается, мы к ней, допустим, сделали дисбаланс, у нее рядом маленькая присоединена. Но к этой маленькой у тебя автоматически будет присоединена вторая маленькая, для которой будет, кстати, наверное, так нарисую. Вот так будет. Вот так будет. Потому что маленькая включена в большую. то вот образуется тут же вторая, естественно, маленькая, которая уже вторичным для нее является общий спин образование. Высокая частота, она самая мощная. Да. Самая быстрая, имеет лучшее сцепление. Сцепление лучше. Вот здесь, получается, мы с тобой начали воздух перемешивать, а молекулы сами там закрутились, образовали высокую частоту. Эта высокая частота тут же создала ответку, и вот этот уже образующийся ответный спин, он уже является результатом. То есть, понимаешь, мы как бы изначально закрутили, а потом прошло преобразование через ВЧ, и потом из ВЧ распараллеливание и образование общего спина. Но строго такой же частоты, как было изначально у нас. Потому что количество одинаковое. То есть, по одному же самому принципу у нас происходит объединение, получение общего спина. По такому же самому принципу разваливание, наоборот. Ну да, равновесие должно быть в природе. Один к одному. Такое же количество. И здесь вот из этого же сразу выплывает инеррационность. То есть, у тебя, говорю, то есть, опять же, то, что вчера подробненько рассматривали. Из-за того, что низкая частота имеет низкую... Ну, можно так выразиться. Это, по сути, и есть плотность. Низкая плотность, да. То есть, очень легкая. Вроде бы такой же самый объект, зеркальный, но высокочастотный. Получается, что его инерционность различается у нас, как разница, говорю, в скорости света. Плюс, получается, просто вляпывается в минус, потому что он своей инерцией практически не может сдвинуть его. Нет, он его сдвигает на 6 сантиметров в секунду. А при этом сам, собственно говоря, то есть, вот с такой скоростью... То есть, если рассмотреть, то есть, вот кусочек провода взять, то есть, это не то, чтобы от плюса к минусу у нас сбежать. Мы взяли провод, мы должны его поделить. Даже если так вот квадратиками, то у нас вот сюда как раз вписывается стоячая волна. Ну, соответственно, дальше. Речь, даже вот мы взяли просто с аккумулятора, просто перепускаем через по проводу. Но... Все равно там переменка у нас, ребята. Да, вот этот вот узел, вот этот узел, он будет ползти туда, вот со скоростью, как бы, допустим, электрона. Ну, допустим, вот у нас минус, вот это плюс наше. Вот наши микровихерки, собственно говоря, будут ползти туда 6-7 сантиметров в секунду в ту сторону. То есть, вот эта вот зона потихонечку-потихонечку будет смещаться. А физически-то работа как происходит? Ну, если мы дальше продляем этот объект, кстати, многие некорректно оценивают пока вот эту ситуацию. То есть, если мы вот здесь нарисовали, продляем до сферы. Здесь и здесь до сферы. Вот мы видим реальную, собственно, низкую частоту. Вот. То есть, вторая сфера, если мы ее продляем, сюда и сюда. Даже красиво нарисовать под углом получилось. Не специально. Вот мы получаем зоны отталкивания. Две зоны отталкивания, которые на частоте в 4 раза выше, чем зоны притяжения. 1 к 4 электростатик и электромагнетизм. При этом они являются друг к другу в поперечных плоскостях. То есть, работа производится вот здесь уже непосредственно. То есть, нагрев, удар происходит сюда вот при схлопывании, радиантно в центр. Ну, и соответственно, вот из этих точек у нас получается, ну, молекулы. Быстрее пускай к этому подкручиваются. То есть, вихревые оболочки ударяют, они там быстрее, скажем так, ну, больше энергии запасают в движении. Но мы это определяем как нагрев. А физически, вот получается, со скоростью 6-7 сантиметров в секунду у нас ползет стоящая волна при постоянном топе. Угу. Просто попробуем. Опять же, то есть, из-за разницы инерционности, из-за того, что высокая частота слишком инерционно по сравнению с низкой. Спасибо. То есть, вот это вот именно, как бы, низкая частота, она именно, получается, просто постоянно как бы разбивается, при этом, собственно, происходит процесс вакуумирования в центр на узле. И все, вот вдоль провода, вот такие вот все эти узлы образуются. То есть, не происходят комплексы нагрева. Хорошо. Так. Вы, получается, должны, как бы, выходить на системы, в которых не такой критический разброс. Иначе, получается, знаешь как, ну, это, кстати, вот, к примеру, о том, что высокая частота настолько инерционно. Ты знаешь, как, если тебя взять, допустим, взять две точки опоры. Вот. И тут поставить какой-нибудь малюсенький рычажок, вот. А тут поставить громадный рычаг. Вот сюда мы одновременно будем на два надавливать. Вот на эти два рычага. Вот. То есть, тут у тебя он настолько маленький, что ты, по сути, давишь на саму точку опоры. А-а-а. А провернуть за большой рычаг у тебя очень легко получается. Вот. И, а поскольку динамическую, как бы сказать, вот эту мощность, емкость, можно получить только на основании инерции. Спрашивается, а отношение вот этого объекта инерционности вот этого, оно просто много нулей. после единички получается, во сколько раз они отличают. Естественно, как бы сказать, получить вот эту инерцию для нас, как бы, практически ничего не дает. Вот эти все истоковые импульсы напрямую там. Ну, вот опять же, видишь, что бедение применял. Объединение. Для того, чтобы у тебя на ту мощь со входа накладывалось вот эта компонента, которая у тебя дополнительно, то есть, абсолютно даром скручивается вокруг проводов и силой Лоренса подмагничивает дополнительно тебе сердечник. Вот, что применяем. Ну, но только еще один есть интересный момент. Вот такая укладка провода, она не должна иметь витков, но не больше одного витка. Иначе ты выловишь индуктивность. Вот это вот ты, по сути, формируешь путь. То есть, давай этот момент еще отдельно рассмотрим. Пускай, допустим, просто электромагнитная горловина, вот зона экватора, то есть, она образуется у нас с тобой от ну, какого-то внешнего источника. Неважно, там, обмотка, еще чего угодно, там, и так далее. То есть, что получается? Падение внешней среды, оно автоматически у тебя сбалансировано со всех сторон. Но, опять же, то есть, идет разделение по спинам. Потому что один чуть позже, другой чуть раньше, одного среда ускоряет, другой утормозит. Вот. все вроде бы как бы все нормально. Но, при вот этом падении, ты можешь в зону, там, где ты будешь заранее знать, где у тебя будет втекать среда, ты можешь установить как раз вот этот емкостной безиндуктивный коллектор. То есть, другими словами, ты можешь вот в этом месте подготовить заранее безиндуктивную емкость, которая произойдет накопление, по сути. не просто вот этот пролет, а за счет вот этой параллельности, то есть, здесь-то получается как до центра, дальше сопротивление, выброс через стенку блоха. Вот они, видишь, стороны разлетаются. Но, а ты можешь обеспечить, чтобы не вот это было, а привело к вот такому пузику. в центре объекта. То есть, ты изменил условия втекания внешней среды. Я ускорил настолько, что она пролетает дальше, чем... То есть, ты, по сути, не вот этот вот не разбрызгивание в стороны получил, а ты получил вот попытка разлета, и ты тут же организовал обратно дальше, собственно говоря, переток. То есть, это, можно сравнить, знаешь, с чем? У тебя вода просто падала, а ты взял, поставил там лоточек и направил туда, куда тебя надо. Но, но самое главное, что если ты вот этот вот коллектор, ну, один виток, если ты из него сделаешь, ну, точно так же дальше, вот он. Да, да, да. То есть, когда здесь проблем еще никаких не возникает. У тебя просто вот точка запаяна, вот точка запаяна. Это, кстати, у Стивена Марка хорошо видно на этом, на большом, когда он показывал. Ну, там четкая линия разрыва есть, вот, большого коллектора. То есть, если же ты этот коллектор завернешь еще раз, вуаля, ты убил вот этот компонент. Все, ты получил индуктивность. Поэтому получается просто намотать катушку, как тебе сказать, допустим, лицентратом, не даст желаемого результата. Тогда для этих целей получается, даже если мы хотим намотать, если мы хотим вот эту компоненту использовать, чтобы она нам выделила силу Лоренса дополнительно туда, вот это вот халявное скручивание, которое образуется вокруг, мы тогда должны нормальный шаг сделать. То есть, чтобы вот этот спин не задевал соседний виток. вот, а насколько, собственно говоря, растянуть, наверное, все зависит от поверхностной емкости, длины витка и всего вот этого. То есть, в любом случае, если ты, допустим, возьмешь лицентраты, положишь виток к витку, ты сразу получаешь индуктивность для вот этих высокочастотных процессов. Соответственно, ты не получишь высокочастотный компонент от сердечника. А это твоя мощность. Понятно. Так. Ну, поэтому, как бы, вот прямые катушки, допустим, как вот побединки, там, где это самое, там, и так далее, не одним проводом, многими проводами намотает. Ну, вроде бы, как чуть-чуть-чуть прирост есть. Ну, вот именно чуть-чуть. Потому что мы, получается, сначала создали высокочастотную компоненту на основе параллельного тока. Ну, опять же, здесь же зависит от силы тока. То есть, нам получается, чем короче провод, но чем больше там ток в нем, тем нам лучше. Лучше. То есть, наматывать такой системой, как бы сказать, мы делаем противоположное. Противоположное от эффективности. Ну, то есть, да, мы можем спокойно создать коллектор из одного витка. Здесь уже там поперечные, допустим, его там какие-то катушки, которые на нем стоят. Здесь, там, где угодно, там и так далее. Но это та емкость, которая коммутирует. Коммутирует именно на высокой частоте. если диаметрическими, если еще рассмотреть, то можно вот так сказать. допустим, смотри, давай так рассматриваем. Нижний у нас, к примеру, южный, верхний у нас северный. Только здесь надо сразу рассматривать взаимодействие двух. Не просто вот так, вот цельным куском. в цельном куске ничего не получишь. У тебя должен быть зазор, с которым ты работаешь. Ну вот, то есть, поэтому, вот эту вот модель, ее надо немножечко заменить. То есть, не нацеленную, то есть, мы же не можем внутри там, понимаешь, прямо у него ковыряться, делать что хотим. Пока еще не можем. Пока еще не можем, Поэтому, нам получается, надо с расстояния взаимодействовать. То есть, у нас вот есть на расстоянии, допустим, один, и вот, допустим, притяжение. Тогда у нас совсем другая картина. Ну, тогда с тобой именем что-то пузатое вот здесь такое, соответственно, с гармоничками. Вот, вот, пожалуйста, зона притяжения. Ну, то есть, точно так же получается, то есть, вот это, это твои две половинки одной обмотки. То есть, понимаешь, средняя точка, у них выделена автоматически. Но если ты внимательно посмотришь, как они вихри расположены, то есть, если ты возьмешь плоскость плоской катушки и лепестки электростатические рассмотреть, то у тебя вот этот лепесток куда уходит? Он же проныривает на нижнюю плоскость уходит с верхней. То есть, что получается? То есть, намотал просто подряд целиком одну обмотку, то есть, вот у меня средняя точка. Ты геометрически неверный исполк, допустим, если вот это у тебя, в плане плюс того, что правильно лежит, то вот это у тебя не в том месте лежит. Она вообще обратную сторону должна быть намотана, в левую, правую. Да, она тебя, как бы сказать, на другой стороне должна быть. Да, другой спин. То есть, в самом простом варианте, получается, ты должен изменить спин. То есть, это правая обмотка шла, ты развернул, и пошла налево. Ты вроде бы как получаешь безиндуктивную обмотку сразу же. А нас и не интересует прямая индуктивность. Потому что мы должны работать со свободными колебаниями. На свободных колебаниях один полюс пересиливает второй, начинается смещение амплитуд. Все. У тебя здесь, собственно говоря, на этой обмотке, которая была безиндуктивная, она была у тебя, она все равно, двумя морды у нее в кучу стоял. А у тебя вдруг вот с этого плюса, относительно вот этого, у тебя получается... Так точно. Вот такая вот осциллограммка, по-первых. Вот тебе, пожалуйста, инерционный вихревой вытремить. У меня вот такая стоит, именно так намотанная, то есть, в противоспине, две половины соленоид. Вот, пожалуйста, то же самое, что ты нарисовал. Вот. Ну и, соответственно, смотри, то есть мы какие-то создали такие условия. Вот. Теперь смотри, где у нас для основной системы возникает противо-ИДС. В зонах противо-ИДС, вот как мы на железном рассматривали, должен предусмотреть рефлектор. Иначе у тебя... А, нет, в чем у тебя первичка, вторичка? На что они опираются? На частоту электростатики, которая сформирована полюсом. Электростатика у тебя выделяется, получается, от длинные обмотки вот на той низкой частоте, как раз в зоне между двумя половинками обмоток. То есть, даже если ты просто делал резонансный контур, просто ты делал, то у тебя, ну вот, мы его, допустим, замкнули вот так, и физически они у тебя лежат в разводе обмотки. Одна у тебя вот здесь половинка лежит, другая вот здесь лежит. Ты же должен понимать, что у тебя в вертикальной плоскости вот здесь создаются вибрации. Потому что относительно того, что всегда один полюс будет опережать, другой опаздывает. Относительно центра обмотка будет поделена опять же на правую плюс левую. Центр всегда должен быть не просто по обмотке средняя точка, он должен быть геометрический. Для геометрического центра изволь тогда, собственно говоря, сделать электростатический упор. И сейчас мы понимаем, каким образом это делается. Эксперименты с обмотками грамма это четко показали. То есть, если мы это делаем на обмотках. Значит, ты просто опираешься на внешнюю среду и вводишь ты систему в резонанс. Ну, пожалуйста, ты просто динамически больше задействовал среднюю 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 среднюю. Ну, ты на нее опираешься. А тебе нужно как вот с тем с алюминиевым цилиндром. Тебе, получается, нужно в электростатику к этим токам Фуко внедриться туда, так у тебя частота будет ниже. Промодулированная твоими же обмотками. Такая же обмотка поперечная должна быть. Тогда она должна уже правильно геометрически подпирать твою ту частоту, которая от противоэдс образует. То есть, таким образом ты можешь просто убрать ну, по сути, излучатель с любого трансформирующего колебательного контура и перевести его, чтобы он переливал из емкости в емкость. То есть, он опирается у тебя временно. Знаешь, как с чем можно сравнить? Ты надавливаешь на большой резиновый мячик. Но он у тебя стремится вернуть обратно все это дело. в тот момент, когда ты его надавливаешь, за счет чего он сохраняет? За счет того, что он расширяется. Вот здесь примерно то же самое. Сделай так, что у тебя там будет подперто пружинками твое расширение. Ты надавил, пружинки еще сжались дополнительно, допустим. И вот тебе нужно расширение поймать в резонанс. И тогда у тебя получается, что ток промодулирован. Не вот это, допустим, 30 МГц на 10 метрах, которую ты не увидишь. Не, может быть, и потом не увидишь. Но, по крайней мере, ты увеличишь мощность. У тебя вырастет на той же самой частоте амплитуда квадратичное значение мощности. Получишь. Первичка, вторичка, все нормально. Сделал два объекта. Вот представь, что у тебя посередине между ними стоят два мячика. Мячики расширяются в сторону, но подопри сделать для мячиков нужную резонансную систему. Мячик, ты уже знаешь четко, на какой частоте будет, собственно говоря, излучать. Потому что теперь мы знаем, как это все работает. С мячиками интересная идея. Да, точно такой же частотой, точно такой же длиной обмотки, точно так же встречно, со средней точкой, точно так. Тебе нужно поставить как бы спираль второго порядка короткозамку в этом месте. Вот что получается. Так точно. Надо думать, надо думать. И вот у тебя получается, что ты должен вернуть обратно на эту систему. В любом случае, если у тебя первичка стоит на, допустим, P-образной скопе, и вторичка на P-образной скопе, у тебя уже во вторичку идет частота зазора, а не частота первички. Почему? Частота первички модулирована частотой зазора. Ну, это понятно. То есть, высокочастотная будет от самой первички, и будет она несколько промодулирована частотой зазора. То есть, соответственно, что тебе в зазоре нужно промодулировать? То есть, в принципе, вот с этими ферритами, ну, слушай, если с ферритами там играться, там может быть даже плоскую тебе просто подобрать с конденсатором в зазоре. Зазор-то у тебя работает динамически, расширяется, сужается. Плоскую катушку поставить. Да, да, вот тоже по поводу конденсаторов вопрос у меня был. То есть, не прямым конденсатором, прямые конденсаторы используют бессмысленно. Мы не можем использовать, то есть, все, что мы можем использовать, а силу Лоренса, выделяемую от емкости. Если мы повесили обычный конденсатор, все, мы поставили крест. Ну, по крайней мере, если мы где-то ядро проектируем, которое должно работать. Ну, то есть, спрашивается, как нам сделать так, чтобы наш конденсатор возвращал силу Лоренса. Мы можем забрать противо-эдс в виде электромагнитный компонент, но должны вернуть его в виде высокочастотной силы Лоренса. А это получается, ты принял на конденсатор, то есть, ты снимал с конденсатора, и в этот момент он зарядился. Ох! И получается, что дальше, но тут же какая ситуация, ты заряжаешь конденсатор в последовательной цепи, у тебя, по сути, при идеальной нагрузке не будет почти иметь напряжение. Вот может быть, ты по конденсатору пройдешься, как он устроен, как он вообще работает? Нет, я стандартный конденсатор не рассматриваю. Стандартный, емкость, извините, неправильно сказал. Речь про емкость. Ну, то есть, получается, что мы как бы себе оставляем только тот прошедший ток, который у нас был. и вот здесь, получается, стоит задача сбросить этот ток обратно в систему, но как вернуть ток, собственно говоря, то есть, ну, вот мы взяли обмотку, допустим, было там 10 вольк, мы вчера рассматривали или 1 вольк. Взяли мы из 10 витков. 90% сожрала лампочка, весь прошедший ток остался в конденсаторе, даже в стандартном, допустим. Но там осталось 1 вольт на нем. Если мы думаем, ну, вот, что ты с ним сделаешь? То есть, через эту обмотку возвращать его бессмысленно. У тебя получается, что два разных полупериода с максимальной разницей. То есть, взяли мы, пропускали индуктивно с накоплением, а разрядить мы должны его сразу на короткое замыкание. Тогда будет стремиться к 100% возврат в силе Лоренса обратно. То есть, мы, получается, что? Мы потеряли напряжение. Напряжение это разность частот. Мы компенсируем это большим током, высокой частотой. Мы поднимаем частоту за счет, то есть, нужно очень быстро кольцевые движения сделать. Тогда, соответственно, произведется та же самая сила Лоренса. последовательный конденсатор в зазоре, допустим, он стоит, он у тебя автоматически. Вот ты поместил туда бифилярную катушку, но их там две у тебя должно стать. Одна слева, вторая справа. И вот, смотри, по схеме. она как бы вроде бы однопременно непростая, то же самое время не совсем. Вот у тебя емкость в зазоре. Если ты начнешь снимать с этих двух хвостиков, она у тебя, ну, то есть, речь про сейчас про токовый резонанс не идет, и там снимешь, допустим, главный нанофарады снимем. Ну, вот она у тебя заряжается. Но, задача-то стоит какая? Тебе нужно ее разрядить. Ты не можешь с нее снять, никакие диоды не помогут. Я уже проверял. Нет, они как бы там логически лезут туда. Но это нужны большие мощности, чтобы они у тебя успевали открываться и не влияли своей емкостью по им переходам, а то, простите, у тебя элемент управления может превышать емкость, которую ему нужно управлять. Ну, ничего не получается. То есть, получается такая ситуация. То есть, мы с тобой, допустим, внешний поток подмагничивания направлено вот сюда. Мы с тобой вот из этой точки условно при получении получали плюс относительно вот этой точки минуса. Дальше мы должны ее разрядить. Вот это у тебя стояло в одном зазоре P-образном, а вот это с другой стороны. У тебя начинается продолжение этой емкости в другую катушку. Получается, что ты должен вот эту емкость разрядить дальше в другую катушку. То есть, понимаешь, у тебя вот этот заряженный конденсатор. вот эта перемычка, которая стояла вот здесь у тебя, она привела к условию его зарядки. И он остановился. Он больше ничего не может сделать. Он зарядился и все. Вот перемычка стоит. Понимаешь, в чем дело? А теперь стоит вопрос. Тебе нужно его динамически разрядить. То есть, направление и на рационность должно быть сохранено дальше. вот это вот по сути это как бы сказать 25 процентов времени от частоты работы вот этой емкости. Она нас сейчас не интересует, потому что мы сейчас уже как бы проектируем устройство, которое должно работать автоматически. Неуправляемая частотой. То есть, оно должно создать модуляцию для твоей низкой частоты в сердечнике, допустим. Вот. То есть, мы получили вот этот вот зарядку в этом направлении. Дальше получается, сразу помечаю, что вот это обмотки у нас с тобой левая плюс правая. Дальше получается такая картина. У нас есть заряженный конденсатор и у нас с тобой есть еще вот эта индуктивность, которая была вываливая. Но теперь у нее один хвост находится под напряжением, в то время как второй хвост условно говоря без напряжения. Нет, он лежит у тебя как бы на сердечнике, но он же ни к чему не подключен. Он не может напрямую получить индуктивную связь высокочастотную. У тебя получается такая картина. Короткое замыкание. У тебя получается левая плюс правая обмотка индуктивная которая замкнута. Что она сделает? В случае если у тебя этот конденсатор зарядился, она получается подхватывает его уже индуктивно и скидывает во второй зазор. То есть то, насколько один зазор опережает второй. А опережение зазора или опоздание формируется двумя короткими замыканиями вот этого конденсатора в центральную точку. Потому что с левым спином конденсатор и с правым спином конденсатор то же самое как и над плоской катушкой. Сверху у одного спин у другого спин в ненагруженном режиме обладает разной частотой. Получается, что емкость та, которая в текущий момент начинает перебарывать та начинает заряжаться. В этот момент идет ток идет небольшой. Но тут же возникает дисбаланс для индуктивности, которая связывает эти два. У тебя начинает индуктивность собственно говоря пытаться выравнивать. В итоге получается что твоя низкая частота которая общая для сердечника она у тебя начинает вот так дрыганием вот этой системы модулировать. звено автоматически должно стоять в зазоре оно осуществляет электростатический упор но не просто на внешнюю среду как в виде волнового резонанса удара там понятно там чем выше частота тем больше упор но а упор на емкости которые при меньших габаритах спокойно работают на более низких частотах получается здесь собственно их упор есть они свою опору имеют короче ну ну и по физическому исполнению знаешь на что еще это смахивает она плывет вот как-то нарисовал эту гребеночку она плывет так же не спеша вверх-вниз с этой опоры вообще выглядит тема вот ты уже все придумал ты уже все придумал и обмотки собственно говоря напрашиваются вот сюда бифилярные ну то есть у тебя понимаешь у тебя первичка как бы вот здесь должна быть вот она то есть это вы даже вот так рассматривать это вторичка с этой стороны выходит но они обязательно должны у тебя иметь геометрический вот этот центр потому что если ты здесь не сделала разрыв в сердечнике да даже в принципе так если сделал тут возникать проблемка из-за того что ты одну половинку соединяешь вот этим то есть центральная часть вот здесь любой обмотки которую она делает она просит вот сюда в центр вставить ей коллектор вот этот который понимаешь который осуществляет нормальную модуляцию когда ты просто взял северный полюс две обмотки намотаны ты включаешь их последовательно одна северный полюс другая южный полюс и вот такая 10 сантиметров длина проводины и вот ты между ними делаешь вот такую задержку то есть там огромнейшая частота взаимосвязи и мы делаем зазор что получается частота зазора автоматом убита высокочастотной как бы сказать высокочастотным переносом на основе обмотки а то есть если мы напрямую ставим то зазор не имеет смысла но если здесь мы убираем зазор ну можно попробовать поставить допустим вот между южным северным полюсом какие-то вот такие вот корректоры можно попробовать это как бы один виток получается у тебя вокруг пашки без индуктивной да но вот эта вот штука у тебя должна стоять как бы в резонансе только тут тоже есть нюанс если ты рассмотришь стандартный резонанс то есть вот ты берешь обмотку индуктивности вот мы подключаем конденсат у нас получается такая интересная система центральная точка у нас тут напряжение а вот на этих точках ток установка такого коллектора стандартный резонансный контур смысла не имеет то есть нам наоборот нужна точка в которой будет ток но не будет напряжения но ну это соответственно из самого простого и самый же эффективный какой самый эффективный получается резонансный контур правильно катушка катушка мишина хорошо ну ладно тесла победил однозначно у него вообще там он сжился электростатик у него там все нормально было спал с ней это была его жена вот что именно как бы сказать и выплывает он возможно как бы от этого как бы схемы и пошли вот этого рисования знаешь да правильно вот это же соединение а кто нам сказал что мы допустим с тобой должны вот это вот на короткое замыкание использовать большие токи мы же с тобой хотим напряжение использовать правильно а что если мы с тобой в стандартном резонансном контуре вот так разорвем да как подключим вот такой но на по стандартном контуре напряжение напряжение а че если мы так и конденсаторы ему подкинем да еще регулируем если мы смысле можно туда сюда а тут на площади поверхностей опять же соблюсти понимаешь они как бы зеркальные системы выплывают для токовый компонент он получается по закону ампера но тут все по тесле то есть мы говорю когда соединяем обмотку северный полюс с южным как только мы соединили просто так мы поставили крест такой жирненький крест поставили на своих будущих достижениях потому что мы сразу убили разницу частот между северным и южным полюсом он он сам хочет колебаться внешняя среда говорит один против потока другой по потоку я готова на разной частоте с ними работать только напряжение слишком много не давайте чтобы не передозничать ну а мы берем провод шпок и соединяем и сотнями гигагерц напрямую раз и соединили всегда такая и две опорных частоты по электростатике слева справа собственно вот самую точку и все вот они стоят там в гигагерцовом естественно мы поэтому не видим разницы между северным и южным полюсом всегда такая на возьми меня я готова на тебя работа ну как можно ну говорит ладно могу проводить хорошо только ты ничего не увидишь не получишь да 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 смотри если мы дальше правильно соблюдаем вот такую систему нам уже получается тогда необходимо поставить вот такой вот емкостной модуль который уже будет тебе непосредственно упор на среду модулировать то есть мы сначала оказывается должны правильно организовать даже в случае токового вот такого варианта понимаешь два соединения вот таких но никак не повлияют на работу трансформатора кроме одного большой ток должен быть чем больше ток в этом соответственно тем выше его эффективно чем меньше сопротивление да ну может быть как раз на этом и основано знаешь когда двойные трансформаторы один получается то что опять зарисовали сегодня с коза витка на другой выходит то есть ты как бы двойное преобразование этим коза витком делаешь с одного на второй тут мы сейчас рассматриваем как если его в одном расположить но с разрезом а там мы с тобой посмотрели как с помощью одного витка прокинуть то есть нам же нужен ток большой получить нужно но тогда нужно лицентрат использовать получается эффективность вырастет в разы ну либо что-то наборное такое вот из этих вот да-да-да наборное собственного все что угодно то есть и лучше определенной длины еще да-да должен отработать нормально закон ампера потому что мы должны получить механическое стягивание вот этого центра если один виток все мы поворачиваем мы получаем максимальную силу на выворот подмагничивание и возможно даже что в промежутке между вот этими параллельными пробросами гвоздями лучше какой диэлектрик чтобы туда лучше засасывалось хорошенечко и скручивалось то есть что-то такое вот может диэлектрическое более проницательное ммм пока не готов прокомментировать это момент скручивания посильнее был как усилитель момент скручивания зависит от частоты только чем короче чем короче твой козовиток тем выше частота потому что у меня дальше в идеях стоит сделать прибор ну а-ля разумеется а-ля джед на этих гвоздях пластинах так сказать и так далее то есть реализовать и понять в общем сначала нужно как это работает то есть вообще без проводов без индуктивности самое главное что проверил и что уже работает то есть тогда вот эта вот система как только ты ее правильно разделил вот такой емкостью как только ты правильно соединил северный полюс с южным полюсом все она является частотно задающей у тебя это говорю вот то что я вчера приводил здесь когда я совал говорю ты ей вешаешь индуктор емкостной емкость твоего индуктора ей строго по барабану то есть она от нее берет только силу лоренса а почему потому что вот этот вот высокочастотный модуль полностью промодулировал своей частотой твоя низкая частота из которой выплывает уже высокая она уже подчинена вот этой опора лучше у высокой вообще со средой работает ты ничего не можешь сделать то есть ты можешь только передать мощность на основании силы лоренса все а поскольку ты сразу тогда получается уходишь с частоты проводимости емкости ты подходишь вообще к банальному ты получаешь заряжаешь конденсатор вот представь допустим даже это 220 вольт не знаю там жирный какой-то там намотан даже на одну микрофараду прикинь намотан лент а мощность в систему задается не постоянно его зарядкой разрядкой он у тебя плавно заряжается но в этот момент он у тебя дрожит вот это и является мощностью об этом же полдошин и говорил это не стандартный ток это микровибрация а работа выполняется только микровибрация и все остальное низкая частота низкая частота он и вплющивает в электроны да есть над чем подумать тебя догнать трудно ты впереди бежишь далеко уже удрал ну ничего страшного мне самое главное что крошки хорошо хоть крошки накидал мы по ним идем да 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 главное чтобы кто-то крошки накидал крошечки пылесосишь потом собираешь потом пастник составляешь спасибо Саня